Гоптовка. Её россияне называют «Ноль». Это граница с РФ. До полномасштабного вторжения в населённом пункте находился контрольно-пропускной пункт Гоптовка – крупнейший международный автобан, связывающий два государства. 24 февраля 2022 года российские войска прорвали здесь оборону. Техника шла колоннами на Харьков. В селе же военные РФ выбирали себе дома и квартиры местных жителей. Около семи месяцев населённый пункт находился под оккупацией. 11 сентября 2022 года Минобороны Украины сообщило об освобождении Гоптовки. С тех пор в этом селе и трёх ближайших куторах остались около 70 человек из тысячи, живших до войны. Вообще-то, здесь остались люди более преклонного возраста, те, которым уже 55+. Есть и 36-го, и 37-го года рождения. Такого человека далеко не потянешь, поэтому и дети возле них сидят. А так живём, как можем. Света нет, конечно, тепла нет, газа нет. Но мы живём, всё хорошо. Всё прекрасно, нам помогает власть. Вот Старлинг нам предоставили. Любовь Шварак – учитель истории. Говорит, в селе разбита школа. Здесь сейчас нет ни одного ребёнка. Также тут не ловит мобильная связь. Женщина остаётся, чтобы помогать тем, кто решил и дальше жить в родном селе. Лекарства и продукты сюда привозят волонтёры. Восстанавливать свои дома и готовиться к зиме люди пытаются самостоятельно. «Нет такого дома, чтобы уцелел и был как куколка. Окна выбиты у нас на 99,9% в селе. Крыши повреждены. У кого очень пострадавшие дома совсем сгорели, это три семьи такие. А так ещё есть стены, ещё есть немного крыши. Люди собирают, разбирают и снова собирают. То есть, никто не сидит без дела». В ангаре местной фермы во время оккупации жила рота осетин. На стене после себя оставили отметку – чёрная рота «З». Фермер Игорь Никольченко рассказывает, до полномасштабной войны тут размещалась тракторная бригада. В ангаре находилось 45 единиц сельхозтехники. Сейчас, по словам Игоря, не осталось ничего, кроме мусора и разрисованных стен. Российские войска отмечали на стенах количество обстрелов, которые приходились по ним за время пребывания в селе. «А там вот, может, неплохо видно. Вот 6.07, там 21 прилёт. 8.07, 15. 9.07, 36. Вон не день ВДВ, 2.08 отмечали. Отпраздновать, может, и не успели. Я так надеюсь на это. Вот они так развлекались». В конце февраля прошлого года Игорь находился в Харькове и помогал украинским военным корректировать огонь по российским войскам в Гоптовке. Тогда успешно было уничтожено множество российской военной техники. Сейчас же все фермерские поля непригодны для работы. «Здесь есть всё. Поля заминированы, много обломков от реактивных систем залпового огня, от артиллерийских снарядов. Мы, местные жители, которые здесь остались, и люди, которые просто сюда приезжают, никто не ходит по полевым дорогам. На поля не заходим, потому что это очень опасно». Нанесённый российскими военными ущерб его хозяйству, Игорь Никольченко оценивает на данный момент в 50 миллионов гривен. Но бросать земледелие не собирается. После победы намерен восстановить ферму, так как это единственное предприятие в селе. «Когда будет наша победа, мы сразу вернемся к работе. Никто не собирается бросать землю, работать будем. И я уверен, мы всё отстроим, и всё будет лучше, чем было». Гоптовка сейчас – это первая линия обороны. Войска РФ продолжают обстреливать село и близлежащие населённые пункты. Поэтому направить туда ремонтные бригады для восстановления линии электропередач пока не могут, говорят в Дергачёвской городской военной администрации, куда относится Гоптовка. «Гуманитарной катастрофы в этих регионах нет, потому что люди обеспечены необходимыми лекарствами, едой. Ем предоставили электрогенераторы, чтобы у них возможность запитывать электроэнергию, запустить в холодильнике, чтобы хранить продукты питания. Также предоставлен Старлинк, который даёт возможность звонить родным, близким. Люди приходят к локации, где работает интернет, могут смотреть новости, звонить родным и близким». По словам Задуренко, сейчас в Гоптовке находятся волонтёры, которые будут помогать восстанавливать крыши и окна людям, чьи дома пострадали от боевых действий. Однако до наступления холодов тут вряд ли смогут восстановить электричество, так как ситуация на границе с Россией неспокойная и постоянно есть риск очередных обстрелов. Наталья Белокудри, Андрей Домовой из Харьковской области для телеканала Фридом.